ДНЕСТР ТВ В Бендерском доме культуры имени Павла Ткаченко состоялся международный турнир «Танцевальная феерия-2013». 31 января в Террасполе состоялось пленарное заседание Общественной палаты ПМР. На заседании присутствовали председатели Общественных советов городов и районов, представители правительства Верховного совета и Министерства здравоохранения. Подробности в репортаже Ирины Воловой. Большое внимание уделяем перспективному плану работы Общественной палаты и текущему плану работы Общественной палаты. В частности, моменты, связанные с мониторингом действующего законодательства в части предоставления государственных услуг на предмет дублирования функций, на предмет излишних функций, которые мешают людям, скажем так, нормально жить и существовать. То есть функции, которые были искусственно надуманы для оправдания существования излишних бюджетных мест занятий. В том числе, потом очень серьезный момент, это выработка рекомендаций органам власти в части совершенствования, создания условий для развития гражданского общества, общественных объединений. Мы тут уже, видите, как и с Верховным советом на эту тему, имеем небольшие, скажем так, противоречия. Но я думаю, что в процессе работы мы это все дело отладим. Общественная палата готовит доклад о состоянии гражданского общества в Приднестровье, который будет в ближайшее время предложен для обсуждения общественным советом городов и районов. Также был рассмотрен вопрос о ситуации, сложившейся в городе Бендеры. Более подробное заседание общественной палаты смотрите в наших репортажах. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возвел епископа Тираспольского и Дубосарского Саву в санархиепископа. Это произошло во время Архиерейского собора Русской Православной Церкви, который открылся в субботу в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя в Москве. Напомним, владыка Сава стал епископом Тираспольским и Дубосарским по решению Священного Синода Русской Православной Церкви от 5 марта 2010 года. И по настоящее время он был управляющим Тираспольско-Дубосарской епархией. О ситуации на дорогах. Подтаивший снег на дороге и лихачество водителя стали вчера причинами дорожно-транспортного происшествия. Автомобиль Мерседес двигался в сторону Тирасполя и села Малоежды. Основной версией является то, что водитель, управляя автомобилем Мерседес на закруглении проезжей части, не выбрал безопасную скорость для движения при совершении обгона и допустил съезд транспортного средства в кювет, в результате чего произошло прокидывание транспортного средства. В автомобиле находились два пассажира. Это родители лихача. В результате ДТП они получили травмы. Их немедленно доставили в травматологическое отделение Республиканской клинической больницы. Снег в Бендерах стал темой аппаратного совещания у главы города. На улице был выведен весь снегоупорочный транспорт, однако его оказалось недостаточно. По нормативам его должно быть в разы больше, не хватало и специалистов, только по одному на машину. Я считаю, что город справился. Наверное, все-таки, конечно, не так, как хотели граждане. Но все реально видели количество этого снега, выпавшего в течение суток. Ну, дороги чистились, вы сами это видели, тротуары убирались. Но общественный транспорт ходил безостановочно. Где-то, может быть, с трудностями, с небольшими задержками. Но жизнь города не останавливалась ни по одному из сегментов жизнедеятельности. Несмотря на заснеженные дороги и отсутствие проездов к некоторым детским садам, не было перебоев с обеспечением продуктов для организации питания школьников и дошколят. На аппаратном заседании подчеркивают плюсы в работе служб. Несмотря на погодные условия, люди очень серьезно отнеслись к этому. Там, где не могла по дворам подъехать машина, выходили вручную, приносили продукты. То есть все дети наши получали питание вовремя и без проблем. В пятый раз в Бендерах прошел международный турнир по бальным спортивным танцам «Танцевальная феерия». С утра до позднего вечера во Дворце культуры имени Павла Ткаченко в Бендерах звучали чарующие звуки прекрасной музыки. Кружились танцевальные пары не только из Приднестровья, но и из других государств. На представление побывала и наша съемочная группа. Мероприятие очень прекрасное, замечательная организация, все очень понравилось. Ребята молодцы, много категорий, очень много народу, но все проходит довольно-таки хорошо, без всяких замечаний. Прекрасно, все очень понравилось, молодцы. Бальные танцы – самый красивый и зрелищный вид танцев. Конкурсанты не оставили равнодушными ни одного зрителя. К другим новостям. Пятилетний американский мальчик, который почти неделю находился в заложниках в подземном бункере в штате Алабама, освобожден в результате спецоперации ФБР. Как сообщил представитель ведомства, в последние сутки переговоры с удерживающим ребенка 65-летним Джимом Ледайком зашли в тупик и было принято решение о проведении силовой операции. В результате штурма бункера преступник был убит. 29 января он прямо из школьного автобуса похитил мальчика, застрелив водителя. Затем преступник укрылся с ребенком в самодельном бункере около своего дома. Этот инцидент потряс всю страну и усилил накал дебатов о необходимости ужесточения контроля за торговлей и владением огнестрельным оружием. Террорист-смертник привел в действие мощную бомбу у здания полицейского участка в городе Киркук на севере России. В результате погибли 33 человека, 70 получили ранения. По сообщениям очевидцев, террористы подъехали к зданию на полицейской машине и были одеты в полицейскую форму. Команда подводного исследовательского отряда Русского географического общества под руководством Дмитрия Шиллера погрузилась на дно одного из самых холодных озер мира в Якутии. В воде члены команды провели в общей сложности 23 минуты. Предполагается, что это достижение войдет в книгу рекордов Гиннесса. Это были все новости на сегодня. Я прощаюсь с вами до следующей встречи. И только приятных вам новостей.